В немецких партиях, что ещё по привычке именуют общенародными, с трудом сдерживают слёзы. Власть уходит на их глазах. Это баварское отделение социал-демократов. Старейшая сила Германии, не раз выставлявшая федерального канцлера. На этих выборах не получила и 10%, заняв пятое место. Мы не смогли убедить избирателей. И это горько. А это ХСС, союзники Меркель в Баварии. Беспрерывно и почти безраздельно правившие консервативной землёй более полувека. Вместо былых 60%, теперь у них немногим более 30%. Правительство в одиночку им уже не сформировать. Нам в Баварии было не так просто отмежеваться от общегерманских изменений, которые вы все замечаете. С 2015-го у нас идут напряжённые дискуссии о миграционной политике. Они вспыхивали и в последние недели точно не облегчали работу нашей команде. Об этих переменах премьер Баварии Зёдер предупреждал и до окончания предвыборной гонки. В эпоху соцсетей и раскола Германии далеко не только из-за мигрантов. Времена умеренных партий уходят в прошлое. Речь не об аварии, а обо всей стране. Утром в Берлине верхушка правоцентристского ХДС собирается на кризисное совещание. В этой работе над ошибками главный вопрос. Кто виноват, что в самой успешной и богатой из немецких земель избиратель выдал властям штрафную карточку? Все эти беды у нас исключительно из-за Ангела Меркель. Ей самое время сейчас уйти в отставку, чтобы у нас появился новый канцлер. Претензии к Меркель 15 лет возглавляющий партийный дуэт ХДС-ХСС в том, что правую партию она сдвинула в центр, освободив пространство для ультраправых. Но второй адресат жесткой критики – подчиненный канцлера Хорст Зейхофер, министр внутренних дел и глава баварского ХСС. Из всех земель именно там гнули самую жесткую антимигрантскую линию, конфликтуя из-за нее друг с другом, с партнерами по правительственной коалиции и словно соревнуясь в хлестких заявлениях с правопопулистской альтернативой для Германии. Христианским демократам должно стать ясно – невозможно выиграть выборы, просто сдвигаясь в риторике вправо и прибегая к острой полемике. Граждане требуют решения насущных проблем. Тому театру, который творится в Берлине в последние месяцы, пора положить конец. Политическое землетрясение в Баварии для отсиживающихся в Берлине может оказаться лишь первым толчком. Ведь на очереди уже через две недели выборы в другой немецкой земле – Гессени, где меркелевский ХДС и без заигрывания с ультраправыми внутрифрукционных споров рискует показать еще более скверный результат, чем в Мюнхене. Кардинальными последствиями для партии, страны и Европы это, возможно, обернется уже в декабре, если на очередном съезде ХДС его глава Ангела Меркель откажется баллотироваться вновь. Эпохи Меркель – конец, но поиски ее преемника в самом начале. Ликуют и на радость прыгают в толпу сторонников. Сегодня лишь зеленые и ультраправые – альтернатива для Германии. Две партии, занявшие второе и третье место, являются полной противоположностью друг другу. У нас больше просто нет прежних слоев общества, профсоюзов, традиционно голосующих за социал-демократов, прихожан католической церкви, выбирающих ХДС и среднего класса, отдающего голоса свободным демократам. У нас есть общество со сложной структурой, в котором у всех слишком разные интересы. Договариваться не только в Баварском Лантаге отныне станет труднее. Это хорошая новость для популистов в Европе. Итальянский вице-премьер Матео Сальвини уже шлет в Твиттере свое «Аривидерчи» Ангеле Меркель. С европейской точки зрения остается лишь надеяться, что в Германии сохранится правительство. Мы всерьез тревожены тем, как мало за несколько месяцев до выборов Европарламент делается в Германии. При всех неудачах канцлера и правительства большой коалиции им необходимо доказать дееспособность на европейском уровне. Но даже если Меркель снова удержится на посту, не так, что министры последуют ее примеру. В рядах социал-демократов и без того неохотно пошедших на сей раз во власть, все громче голоса тех, кто призывает уйти из правительства. Сохранить лицо порою важнее, чем стабильность в стране. Решающими станут ближайшие недели. Константин Глитинсвайк, Илья Левентов, Яна Карпова, RTVI из Германии.